я рад приветствовать вас с вами снова александр и сегодня я хочу вам рассказать о коляске которая меня очень впечатлила своим со своей соотношении ценой и качеством это коляска от немецкого бренда мун модель называется нова сити комплектация два в одном двух словах сначала расскажу вам о ее технических характеристиках она соответственно так как два в одном она для детей с рождения в люльке и в прогулке до 3 лет и максимальный вес ребенка не должен превышать 15 килограмм поэтому учтите изучать мы с вами начнем ее сверху вниз и непосредственно и сначала изучим ее варианте с люлькой потому что с рождения соответственно будете пользоваться сначала люлькой вот повторюсь коляска мне очень очень сильно понравилось я прям реально удивился когда узнал сколько она стоит по тактильным ощущениям по качеству используемых материалов ткани она реально тянет на двойную цену то бишь прибавляйте смело еще столько и сколько она стоит вот это вот на мой взгляд ее реальная цена поэтому это подарок за эти деньги вот люлька здесь используется классическая она использует форму обычную ничего там необычного в ней нет люлька глубокая вот это очень мне понравилось люлька глубокая вообще полностью технические характеристики в сантиметрах килограммах то миллиметрах я выложу эту информацию в описании к видео поэтому можете там посмотреть и изучить вот можете взглянуть как она выглядит внутри люлька реально большая вместительная глубокая используется единственное что из минусов не деревянное дно а пластик но пластик жесткий очень поэтому прогибаться и какая-то неправильная осанка у ребенка из-за этого не будет способствует этому и матрас используемый здесь матрасику тоже внутри вообще такая тоже очень приятная матрасик достаточно плотный и толстый поэтому положение ребенка здесь будет правильное комфортное все здорово что еще мне понравилось то что накидка здесь на замочке соответственно застегнули и нигде абсолютно здесь даже в самый сильный ветер а в питере это нормальное явление не продует ребенку с чему еще способствует вот этот бортик на накидки на ножки и ткань сама очень очень плотно и абсолютно непродуваемая помимо того что она еще и тактильно очень приятная ну обычное дело вы можете убрать козырек если хотите чтобы ребенок солнечной ванны принимал ставить его обратно здесь все стандартно люлька сама весит всего 3 килограмма если память мне не изменяет она очень легкая поэтому даже хрупкая мама сможет легко эту люльку транспортировать на дне люльки также есть шесть подножек ножичек таких благодаря которого можете смело ставить ее на землю не боясь испачкать или повредить саму люльку так это что касается люльки давайте теперь рассмотрим с вами прогулку я сейчас установлю и будем ее с вами изучать вот она собственно прогулка она тоже не тяжелая сразу хочу заметить здесь вы можете установить прогулку как лицом к маме так и по ходу движения это делается тоже очень просто все но поставим ее сейчас по ходу движения чтобы вам было лучше ее видно соответственно ткани здесь используются те же очень приятные качественные козырек здесь тоже очень больших размеров вот сможете посмотреть козырек большой это достигается еще дополнительной секции которую если вам она не нужна можно ее собственно и убрать но мы ее ставим для наглядности чтобы вы видели козырек большой так регулировка здесь наклона спинки осуществляется с помощью двух вот этих вот рычажков вас опустили и мы получаем большое спальное место если память не изменяет 85 сантиметров длина этого спального места подножка соответственно тоже регулируется все это стандартно так для безопасности жеребенка кстати вот обратите внимание место широкое поэтому и зимой будет хорошо а что касается безопасности ребенка все стандартно пятиточечные ремни накладка на плечевую зону ребенка единственная на паховую зону ребенка накладки нет но мне кажется это компенсируется тем что ремень очень широкий также вот вы видите здесь от бампера идет вот такая часть которая не позволит ребенку и будучи непристегнутым проскользнуть снизу это тоже очень здорово не все дети хотят пристегиваться не любят по крайней мере также материал обид здесь съемным кожзамом мягким тоже тактильно нормально ничего раздражительного нет соответственно что еще хорошо когда вы наклоняете здесь по бокам абсолютно тоже ниоткуда не дует потому что козырек он тоже на замочке пристегивается к спальному блоку поддувать абсолютно ниоткуда здесь соответственно вот положили накрыли все прекрасно просто отличный прогулочный блок на мой взгляд вот так теперь давайте посмотрим на внимательнее на шасси сейчас есть здесь алюминиевая вообще с люлькой коляска весит 14 килограмм с прогулочным блоком вот если не путаю местами с прогулочным блоком 10 и 8 килограмм но в описании можете точно посмотреть вдруг я ошибаюсь но не тяжелая коляска в любом случае так что касается шасси давайте с ручки начнем ручка здесь тоже имеет возможность регулировки тоже здесь устанавливается можно снять можно поставить чехол из кожзама приятный тактильная ручка такая толстая ухватистая поэтому проблем не будет под любой рост отрегулировать соответственно тоже это что касается ручки шасси здесь алюминиевая очень добротная качественная установлены амортизаторы по всему периметру скажем так колеса сделаны из особо прочной резины поэтому проколоть их очень сложно на самом деле вот они надувные и плавность хода у коляски отличная по гравийке по убитому асфальту чего у нас везде навалом по дворам по парку везде эта коляска просто плывет поэтому комфорт здесь у ребенка на высочайшем уровне это что касается колес и рамы также мы видим здесь реально очень неплохой большой багажный отсек который очень вместительный и что мне понравилось он сделан из этого же плотного материала они сеточки когда из сеточки вы кидаете то лопатки там еще чего-то детское они рвутся такой бывает здесь такой проблемы абсолютно нет и сразу хочу подметить что достаточно высоко от земли находится багажник и когда вы будете бордюр поле брик что переезжать вы цеплять не должны потому что коляска на внедорожной можно ее назвать вседорожные так назовем вот и в этом плане здесь все просто супер так давайте теперь посмотрим как это шоссе складывается вообще всегда всем рекомендую снимать для большей компактности снимать прогулочный блок или люльку положить отдельно и после чего мы складываем раму вот так это делается все очень очень просто вот для большей компактности колеса можно свернуть вот так соответственно шоссе здесь достаточно легкая и компактно если мы его сложим поэтому положили сверху положили всем покажу наглядно положили в машину вот таким образом сверху положили прогулочный блок и получается у нас в принципе достаточно компактная конструкция учитывая что это коляска не из маленьких вот принципе что это что касается складывания это все открывать тоже я достаточно просто до щелчка подняли и все и легко установили люльку или прогулочный блок теперь вот посмотрите как против хода движения ставится прогулка все вот таким образом против хода движения она устанавливается очень удобно когда ребенок уже хочет садиться и в люльке уже ему не очень хорошо но ребенок все еще должен как бы через мать смотреть на мир положили вот так вот ребенка сюда и лицом к вам можете спокойно наблюдать общаться с ребенком на прогулке очень очень удобно так это в принципе все что я хотел вам рассказать этой на мой взгляд чудесной коляске просто отличная вещь очень рекомендую на нее посмотреть выбор естественно за вами но очень рекомендую на нее взглянуть потому что лично мне на очень сильно понравится учитывая цену так это вообще подавно вот туда же плюсы и минусы знаете я уже все назвал решайте сами но приходите в магазин или заказывайте в общем очень рекомендую обратить на нее внимание и хочу поблагодарить магазин 1 коляска то что и предоставили на обзор сегодняшний большое спасибо но вам собственно правильного и удачного выбора и все единственное еще если обзор вам понравился и был полезен подписывайтесь на канал ставьте лайки а вам удачи всего добра